Добрый вечер, Эдуард. Ваши вопросы ждем по телефону 222-0041 для абонентов послесловия. Эдуард, прочитала, что только два российских города могут претендовать на звание столицы конструктивизма. Это Иваново, город-невест, и Екатеринбург. Как так получилось, что наш город, тогда еще Свердловск, стал такой экспериментальной стройплощадкой именно для авангардных зданий? Я думаю, что это не полная информация. Кроме Иваново я бы назвал еще Новосибирск, еще бы назвал город Баку, там очень много конструктивизма. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Харьков. Но мы явные лидеры. Я думаю, что мы в данном случае, не сказать, что мы лидеры, но думаю, что это один из тех брендов, которые мог бы вывести Екатеринбург на мировой уровень. Нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться. И самое главное, что история нашего города свободна от каких-то более тяжелых брендов. Ну, например, как для Москвы является Кремль, или Белокаменная столица, или Петербург, Петровский. В Екатеринбурге нет такого рода брендов, но есть бренд постоянного обновления, который нес как раз в себя конструктивизм. То есть началось все с обновления. Почему в 20-е годы, 30-е годы прошлого века начали возводиться такие здания, интересные в нашем городе? Екатеринбург на то время, Свердловск, был столицем Уральской республики, который включал в себя Тюменскую, Курганскую, Челябинскую, Хантамасийскую, Пенскую область. И сюда, как в административный и промышленный центр, вкладывались достаточно большие деньги. Это можно представить даже по Дому промышленности, всем известному нам, как Пентагон. Масштабы строительства для того времени просто гигантские. Недостроенная высотка, которая стоит сейчас во дворе жилого комплекса, рядышком с Домом промышленности, в то время должна была вырасти до 30 этажей. Первый небоскреб. Первый небоскреб вообще во всей Советской России. Но он сгорел, к сожалению. Нам было на что развернуться, я правильно понимаю. Ну, насколько я знаю, что все дома той эпохи, авангардные, они несли в себе какую-то идею. Я сама делала репортаж про ОММЭ, что архитектор задумывал, что здание будет напоминать эмбрион в утробе матери. Ну, согласитесь, фантазия у архитектора очень сильно работала хорошо. Да, архитекторы нового времени искали новые образы. Старая архитектура, так называемая паладианская классическая архитектура, в которой построена, например, усадьба Харитона в Расторгуево, уже не удовлетворяла тем потребностям пролетария, рабочего человека. Да, и ему нужна была какая-то новая форма, новые смыслы какие-то. И архитекторы отвечали на требования времени, вот на такие вызовы, вот такими архитектурными формами. Чистыми, без декора, работающими для решения конкретных сиюминутных задач. По вашему мнению, на какие здания той эпохи нужно обратить такое пристальное внимание, как горожанам, так и иностранным туристам? Такие вот жемчужины конструктивизма. Ну, в Екатеринбурге, во-первых, первая, конечно, жемчужина является Белая башня. Я думаю, что об этом уже говорить не нужно, потому что, мне кажется, уже каждый горожанин знает. Другой жемчужина, который тоже знают специалисты, я думаю, что горожане, это городок чекистов. Но мало кто знает, почему нужно на него обратить внимание. Я могу пояснить, потому что городок чекистов является как бы таким дворцом нового быта. Вот если мы возьмем, например, жилой комплекс Тихвин, да, самый дорогой жилой комплекс города Екатеринбурга, все принципы построения этого комплекса взяты с городка чекистов. Это замкнутый контур, это своя система обслуживания, отданы первые этажи под внешние использования, да, бутики, рестораны и так далее. Прачечные, да. Прачечные, да. То есть все эти принципы закладывались 80 лет назад в эпоху конструктивизма. И неплохо эксплуатируется сейчас. Да, которыми мы сегодня пользуемся, но учитывая то, что денег сегодня у частного капитала больше, эти комплексы мы украшаем так же, как украшаем вот эти жилые комплексы. Но между тем, жалко, что здания конструктивизма находятся в плачевном состоянии. Туристам стыдно показывать некоторые из них. Что нужно сделать, чтобы все-таки их возродить к жизни? Или может быть реконструкция опасна для них? Большинство этих жилых комплексов проектировались как дома переходного типа. Планировалось, что когда-то, вот видимо в наше с вами время, здесь будут стоять дворцы коммунизма. Но, к сожалению, это время не наступило. Но дома так и остались переходного периода. То есть, да, они должны были снести. Да, те планировочные и образные решения, они, наверное, в какой-то степени не отвечают сегодняшнему дню. Но они имеют огромный потенциал к перестройке, переделке. Потому что все они имеют, как правило, свободные планировки. Это те бетонные этажерки, которые сегодня продают. И, например, если брать гостиницу и сеть, то там вполне может появиться некий бутик-отель. И она была, по сути, гостиничного типа, это здание дома коммунный. И во многие из них, вот мы можем взять сити-центр, да, так называемый, который раньше проектировался как клуб строителей, потом был Свердловская киностудия, а сегодня является торговым центром. Это говорит о том, что эти здания имеют гигантский потенциал к различного рода функциям. То есть подарить вторую жизнь просто этим зданиям. Ну а что нужно сделать, чтобы о Екатеринбурге заговорили как о мекке конструктивизма? Вот чтобы мы продвигали этот бренд уже не в рамках России, а за пределы, за границей. Что нужно сделать? Ну, первое, конечно, популяризация. Второе, это... Не знаю, фестивали какие-то, собирать тут архитекторов со всего мира. Да, но дни конструктивизма, которые проходят сегодня, это популяризация этой темы. Конечно, для широкой аудитории, ну и так же, как в профессиональном сообществе. Второе, конечно, нужны какие-то инвестиционные проекты и инвестиционные проекты, которые связаны именно с потребностями нашего города сегодня. То есть, если мы, например, готовимся к 300-летию города Екатеринбурга, то, может быть, нам стоит сделать какой-нибудь музей конструктивизма в одном из конструктивистских зданий. Как вариант. Да, как вариант. И это и функциональное перепрофилирование, и популяризация. И сохранение зданий. И сохранение зданий, да. Я знаю, что вы работаете над путеводителем по объектам конструктивизма, такой промпутеводитель вы его называете. Что это будут за маршруты? Мы проанализировали вообще всю историю того времени с 20-го по 40-й год. Это не только конструктивизм, это архитектура современного движения. И выявили около 530 объектов, которые были построены за эти два десятилетия. В Екатеринбурге только. Конечно, в эти объекты входят даже деревянные бараки. Но около 150 объектов заслуживают действительно внимания полноценного. Что это действительно образцы художественной, архитектурной, строительной мысли того времени. Из них около 120 объектов мы включаем в путеводитель, которые делаем именно для широкой аудитории, не для профессионалов. Мы составили на основе этих объектов 8 полноценных маршрутов. У четырех из них есть дополнительные маршруты. Просто некоторые объекты находятся удаленно от центра города. Например, это Шортаж, это Большой Конный и так далее. Каждый маршрут представляет собой пешеходный маршрут. Он учитывает естественные границы нашего города, транспортные границы. Связан с транспортом общественным, как можно передвигаться. И позволяет, я думаю, что в течение, при желании даже в течение одного дня, обойти весь этот конструктивизм. Но как заинтересовать обычных горожан, не ценителей, не знатоков архитектуры? Какие-то байки, истории. Все это есть в вашем путеводителе? Да. Это один из слоев информации, которую мы внедряем в книжку. Это старые документы, это разъяснение различных сокращений, которые присутствовали в то время. Это байки, конечно, по поводу различных. Самое интересное, напоследок можете рассказать вкратце про дно из зданий конструктивизма в Екатеринбурге. Байки про конструктивизм. Про Белую башню, наверное, надо рассказать. Когда запустили Белую башню, после первого наполнения баком, баководой, произошел разрыв этого бака, потому что там впервые использовалась сварка по металлу. И она не выдержала? Она не выдержала 700 кубометров воды, как пишут документы. Хлынули из иллюминаторов этой башни, снося все на своем пути, в том числе и вооруженного постового. После чего этим инцидентом заинтересовалась НКВД. И стали искать архитектора, конструктора, который это проектировали. Конструктор жил в Москве. И за время... Его посадили? За время... Нет, его не посадили, слава богу. За время поездки своей из Москвы в Сверловске, его это заняло в то время пять дней, он спроектировал новый бак и приехал уже с готовыми чертежами. Спасибо большое вам за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, здание конструктивизма будет интересно не только архитекторам и профессиональным ценителям, но и простым горожанам, которые воспользуются обязательно вашим путеводителем. Спасибо большое. Это была программа «Послесловие». Мы говорили о днях конструктивизма, которые проходят в Екатеринбурге сейчас. Доброго вам вечера. Спасибо. 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 Спасибо.